Какими будут торжества, есть ли сложности с их организацией и когда республику украсят главному празднику весны, Дню Победы, все это обсудили на совещании. Мы не только должны провести какие-то мероприятия парадные, праздничные, но и использовать этот момент для проведения глубокой воспитательной работы. Может быть, кто-то еще не понимает или не определился, надо работать с этим контингентом. Обязательно поработать с подрастающим поколением, школами, спортшколами, всеми секциями, молодежными нашими объединениями, в части патриотического воспитания, исторического просвещения. Ну и, конечно, уделить пристальное внимание нашим ветеранам. В центре внимания ветераны. Руководитель региона поручил определить, в чем нуждаются они, их семьи и решить эти вопросы в первую очередь. Всего в Мордовии ветеранов Великой Отечественной 2783. Для них действует целый ряд мер социальной поддержки, часть из которых традиционно приурочена именно к 9 мая. Все полагающиеся выплаты творцы Великой Победы должны получить вовремя. Еще один вопрос повестки дня – приведение в порядок памятников и мемориальных досуг на всей территории республики, а также реализация федеральной программы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. В текущем году федеральные субсидии будут направлены на восстановительные работы на двух воинских захоронениях в Рузаевском районе Мордовии. В 2024 году еще на 11 захоронениях в четырех районах и столице республики. Доложили о ходе подготовки к празднованию 9 мая и концепции проведения торжественных и культурно-массовых мероприятий. По всей республике в этот день пройдут традиционные и полюбившиеся жителям митинги памяти и возложения цветов к мемориалам. Шествия бессмертного полка с фотографиями своих родных и близких, которые приближали эту победу. А также патриотические акции «Окна Победы», «Письмо Победы», «Дорога к обелиску», «Уточни судьбу солдата», «Сад Победы», «Поем двором», «Гудок памяти», «Уроки мужества» и многое другое. 9 мая и до 9 мая – это республиканский этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка», который пройдет во всех районах городского округа Саранск. А также, начиная с 5 по 9 мая, во всех районах республики будут проведены мероприятия и спортивные, и патриотические, и выступления творческих коллективов. Также было отмечено, что особое внимание необходимо уделить теме специальной военной операции. Для бойцов, находящихся в этот период в отпуске и членов их семей, планируется разработать отдельную культурную программу. Валерия Новикова, Народные новости.